Насколько цифровая отрасль может повлиять на общую ситуацию, на общий ВВП? Я думаю, в этом году мы точно перевалим за миллиард. Достижение цели в 1 миллиард долларов в экспортной выручке вполне реалистичной, хоть и очень амбициозной. Целых 340 IT-компаний среди резидентов Астанхаб, кто заработал до миллиона долларов. И теперь они помогают нашим молодым ребятам создавать свои игры. Сколько людей играет в игры, это можно представить. Астанахаб – это международный технопарк IT-стартапов, миссия которого – развивать IT-отрасль Казахстана. На сегодня около 1400 компаний являются резидентами технопарка и генерируют выручку 875 миллионов долларов в год. Из них 315 миллионов долларов в 2023 году составила экспортная выручка. Также в 2023 году резиденты Астанахаб экспортировали услуги в 86 стран мира. Более 50% экспорта услуг приходится на США, Россию и Ирландию. Резидентами Астанахаб являются такие IT-компании, как Ситикс, Сергек, Чокофуд, Озон, Ванфит и другие. Они получают комплексную поддержку, включая программы развития и масштабирования бизнеса, специальные налоговые и визовые условия, информационно-образовательное сопровождение и материальную инфраструктуру. Астанахаб является эксклюзивным партнером Google for Startups и Draper University в Центральной Азии. Кроме того, в Астанахаб функционирует несколько инновационных центров, включая блокчейн, спейстек, 5G и другие, ориентированные на разработку и масштабирование проектов, базирующихся на искусственном интеллекте. Ключевые цели Астанахаб – увеличить IT-экспорт к 2026 году до 1 миллиарда долларов в год, а также взрастить технологического единорога. Всем привет! В эфире очередной выпуск программы Bytas of Life. Сегодня мы в Астане, в центральном главном офисе Астанахаба. Очень известная компания, в гостях у генерального директора и человек, который придумал эту идею, можно сказать, Макжана Мадеева. Макжан, рад видеть. Прошлись сегодня по всем этажам. Астанахаб вдохновляет. Я думаю, что все, кто сюда приходит, работать, стартовать, действительно могут вдохновиться даже самой атмосферой, которая у вас царит. Так что большое спасибо за приглашение. Рады быть вместе с командой у вас, в гостях. И, конечно же, хотим поговорить про Астанахаб. Как пришла идея. Организация-то совсем молодая, а уже гремит по всей стране и за пределами Казахстана. Как пришла идея создать Астанахаб? С чего начинали, с чего стартовали? Прежде всего, хотел поблагодарить вас, Арманджан Мерикевич, за то, что пришли к нам. Добро пожаловать. Спасибо за то, что проявляете интерес к нашей деятельности, к нашей отрасли. Если говорить про Астанахаб, идея пришла в 2016 году, когда я посетил Кремниевую долину, Global Entrepreneurship Summit, занимаясь собственным стартапом на имени Ки-Зет, меня туда пригласило посольство США. Я был на одной площадке с Марком Цукербергом, Сергеем Бриеном, со всеми ними общался. Там был Барак Обама как президент. И я увидел, что Барак Обама сидит на одной панельной сессии со стартаперами с разных стран мира. Там были стартаперы из Египта, Азии, Европы. И я очень сильно удивился. Думаю, президент США на одной панельной сессии на равных общается с молодыми стартаперами. Начал задумываться, почему. Потом, когда я увидел Цукерберга, Сергея Брина или Брайан Чески, основателей Airbnb, их компания стоят десятки и сотни миллиардов долларов, я понял, что IT-предприниматели — это, наверное, такая очень важная экономическая единица для любой страны. И, наверное, выгодно любой стране мира их поддерживать. И, наверное, тогда я вдохновился. Тем более, всем известен опыт Кремниевой долины. А мы, как раз, занимаясь стартапом, мы пришли к пониманию, что у нас в Казахстане для малого и среднего бизнеса экосистема вполне благоприятная. Можно легко открыть ИП, то налоговая нагрузка, в принципе, не такая большая. Но если... По мировым стандартам, конечно, у нас совсем небольшая действительно налоговая нагрузка. Да, надо отдать должное. На самом деле, вот среда для малого и среднего бизнеса вполне благоприятная. Но если ты занимаешься стартапом, тогда это, в 2014-15 годах, не было ничего. Ни понимания, ни венчурных инвесторов, ни акселераторов, ни знаний, ни какой-то критической массы предпринимателей, комьюнити. Что-то какие-то были успехи в Алматы. Мы знаем Чичоку, Авиата, Тикитон и так далее. Но системно по стране такой поддержки не было. Поэтому потом, когда я вернулся, я просто об этом всем писал в Фейсбуке, свои впечатления, мысли и так далее. И параллельно в правительстве пошел запрос. Я помню, что в 2016 году впервые топ-5 самых дорогих компаний мира стали все IT-компании. Там был такой период времени, Фанк и тогда, БигТэк. И тогда пошел запрос, почему больше не финансовые организации, не нефтяные компании, а IT, надо, наверное, что-то предпринимать. И меня пригласили на совещание в правительство, как стартапера, и спросили, как можно вас поддерживать. Мы брейнстормили с другими IT-шниками и предложили, вот строится экспо, давайте, может быть, после экспо сделаем здесь IT-хаб. Ну, как раз была идея, да. Нужно было чем-то загружать эти территории все, которые освободились после экспо. Да, да. И эта идея понравилась. Попросили сделать презентацию. Я, честно говоря, прошел совещание, а потом ушел обратно в свой бизнес, в свой стартап. Там тоже было там много своих проблем, много объема работы, но очень настойчиво просили разработать презентацию, поэтому я ее сделал, защитил у руководства страны, и с тех пор вот так получилось, занимаясь Астанахабом. То есть, Астанахаб основан, идея пришла в 16-м году и просто после посещения Кремниевой Дадины, и в 18-м году уже был официально открыт. Совсем немного, то есть, даже 6 лет нет. 6 лет, да, только в этом году исполняется? Да, 5 лет мы отпраздновали в ноябре с момента официального открытия. Ну, мы как стартап тоже. Сначала мы сделали MVP в 17-м году, прототип. Это был небольшой каворкинг на правом берегу, какие-то небольшие начинания. Два года практически ушло на то, чтобы сделать уже в этом здании со всей этой инфраструктурой официальное открытие с участием первого президента. Но открытия меня уже не было, потому что к тому времени я уже ушел, вот за месяц до. Но здесь все понравилось, понравилась задумка. Вот и два года меня здесь не было. А вообще, вот успех получился такой достаточно большой, потому что практически все сразу заговорили, еще до пандемии. В чем успех вообще? В чем магнетизм получился Астана Хаба вообще? В чем привлекательность? Почему сюда стали люди приходить? Потом я, получается, в 20-м году вернулся, когда, скажем, Багдад Батрубейкович Мусин стал министром, он меня пригласил обратно в Астана Хаб, вернулся. Ну, на самом деле, тогда не очень все было здесь радужно, потому что не было совершенно доходов. Было всего около 350, резидентов, еще пандемия, здесь все пустовало. Приходил во время пандемии, действительно, выглядело как в фильмах. За вот последние три с половиной года показатели растут, можно сказать, экспоненциально, и количество резидентов, то есть было 400 резидентов, стало 1400. Выручка в тот год была около, в 2020 году, около 30 миллиардов тенге, сейчас 400 миллиардов тенге всех резидентов. За четыре года увеличилось сто раз? В десять раз. В десять раз. В тринадцать раз, да. Почему это произошло? Ну, множество факторов, конечно, мы прежде всего считаем, что самое главное, это правильная модель институциональная, которую мы построили, мы изучали мировой опыт, смотрели, ездили, читали книжки, советовались с консультантами и так далее, и взяли все best practices, best world practices со всего мира и имплементировали здесь. Налоговые преференции, это одна из важных мер поддержки, которая делает нас конкурентоспособными в регионе. В регионе и вообще по миру, да, так скажем? Можно и так сказать, да, но на самом деле, сегодня уже налоговыми преференциями никого не удивишь, айтишников, потому что очень много юрисдикций, стран, дестинаций предлагают похожие налоговые преференции. Ну, классическая, это Ирландия, да, там, наверное, сам с тобой знаменитый. Да, Ирландия, Кипр, Дубай, Катар. Но все-таки, какие налоговые преференции, чтобы знать, вот для казахстанцев, для нашего региона, что привлекать им в первую очередь? Конечно, в первую очередь это КПН, ИПН, ноль, НДС тоже ноль, есть льгота по налогообложению на дивиденды, то есть первые три года пять процентов, потом ноль, соцналог у нерезидентов тоже, естественно, обнулен, у неграждан Казахстана. Это когда выплата, заработная плата идет, соцналог у нерезидента обнулен, да? Да, и ИПН в том числе. ИПН тоже нулевой, да, получается? На самом деле, очень хорошие налоговые преференции, и как раз, когда мы их запустили в 2018 году, мы были, можно сказать, одни из первых в регионе, кто сделал это, после Беларуси, и мы сделали это максимально либерально. Вот вы спросили, в чем, скажем так, заключается успех Астана Хаб? Наверное, в том, что мы поставили в центр нашей модели предпринимателя, то есть у нас получилась такая предпринимательская центричная модель, и мы просто смотрели, какие у него потребности, и старались всю эту палитру инструментов собрать для него, сами будучи стартапперами, выстрадав, скажем, все это на собственное, как говорится, шкуре, мы все эту палитру собрали и заработал. То есть у нас экосистема, она сегодня полного цикла, то есть мы поддерживаем в регионах самых начинающих до крупных, зрелых IT-гигантов, даже я бы сказал, всем есть, что предложить. И получился полный цикл, когда мы привлекаем крупных гигантов, у них возникает встречное обязательство помогать начинающим, у начинающих открываются двери, мы говорим, вот бесплатно обучись, бесплатная акселерация, инкубация, курсы, вот ментор тебе, вот тебе площадка. И вот так вот полный цикл замкнулся, и это забурлило, начало работать. Конечно, были определенные бусты внешние. Наверное, первый буст была пандемия, когда спрос на IT-реско вырос, соответственно, много стартапов появилось, IT-решений. второй буст, меня ругает за то, что я это упоминаю, но все-таки не могу это не отметить, это цифровой майнинг. То есть у нас в Астана Хаби не было цифровых майнингов, но у нас были компании, которые их обслуживали, и большой спрос на цифровой майнинг, это тоже был определенный буст, но я скажу, что он не так уж и плохой, потому что это чистая экспортная выручка, это когда мы, грубо говоря, электроэнергию конвертируем в биткоин, чистый экспортный продукт. Но потом было принято определенное решение в правительстве, и мы исключили все компании, которые обслуживали цифровой майнинг, и следующий большой буст, это релокация, бизнес-миграция, связанная с определенными событиями. Очень часто нам говорят, да, вам просто повезло, к вам релокцировать с компанией, а я вспоминаю, как мы ночами не спали, сколько мы делали, все это, защищали все эти преференции, всю эту систему строили. Я думаю, это не просто повезло. Просто так люди могли бы выбрать любую другую локацию, они же могли уехать и на Кипр, и в Грузию, и там другие места могли уехать. Наконец-то мы, скажем так, были готовы к такому внешнему фактору, мы поймали этот тренд, мы были вполне конкурентоспособны, я бы даже сказал, более привлекательны, чем многие наши конкурирующие дестинации. И это дало определенные хорошие плоды, о чем, наверное, мы еще поговорим. Ну, то, что специалисты приехали, на самом деле, действительно хорошо, то, что платформу создали, но также еще благодаря этому и весь рынок вырос, и стоимость аренды подросла, люди стали больше зарабатывать на этом, в ресторанах стало больше людей, вот, то есть, в принципе, хорошо, то, что вы подготовились, потому что вот эти товарищи, которые приехали, это, в принципе, высокооплачиваемые специалисты, которые тратят хорошо деньги здесь, в регионе, да, получается так. Я помню, когда мы дизайнили Астана Хаб, налогопреференции, защищали это в правительстве, мы изучали опыт Беларуси, и они вот назвали такой термин косвенное налогообложение. Да, компании получают преференции, они не платят налоги, как остальной бизнес, но они получают, но это бизнес, который в основном идет, расходы идут на зарплаты, соответственно, сотрудники, они тратят в ресторанах, такси, отели, жилье и так далее, и эти деньги все равно поступают в экономику, и все равно с этих денег в итоге наплачиваются налоги, поэтому... Потому что ресторан это платит налоги и габачки. Поэтому не так уж и плохо. В принципе, да, все выигрыши по большому счету получаются. Ну, про Астана Хаб мы еще поговорим, хотелось бы чуть-чуть побольше информации для наших зрителей непосредственно про Макжана Мандиева. Как получилось, что вы пришли в эту отрасль, какое образование? Я хотел бы сказать нашим зрителям, что Макжан сам предприниматель, сам является сооснователем проекта «Найми КЗП». Очень успешный проект, который привлек на рынки более 2 миллионов долларов. И сегодня стоимость проекта достаточно высокая, порядка 17 миллионов. с нуля проекта, ничего не было. То есть, Макжан сам предприниматель. Как вообще пришли вы, какое образование, почему стали заниматься именно этой деятельностью? Так получилось, что я, меня родители отправили в Китай получать высшее образование. В 2006 году, 17 лет мне было, я поехал сначала в Пекин, потом в Шанхай, обучался китайскому языку, обучался финансам международным, углубленно изучал Китай как страну, то есть, получил степень китаиста. Но, поскольку в то время, скажем так, бизнес с Китаем очень был востребован, очень сильно рос, многие студенты занимались предпринимательством, там, я помню, еще самые первые айфоны привозил в Казахстан в 2007 году. Из Китая? Да. Хорошо. Ну, это был такой небольшой бизнес, то есть, я предпринимал различные проекты, делал, на этом старался зарабатывать, а в 2011 году у нас была студенческая ассоциация, мы такой казах society развивали в Шанхае, и мы заметили, что ВКонтакте очень удобный инструмент для коммуникации. И тогда пришла идея, почему бы не создать собственную сеть казахстанскую, мы создали одну из первых с друзьями казахстанскую социальную сеть, назвали ее Казахстан Connection, у нас было несколько тысяч пользователей, это хорошо, в то время, в 2011 году, в команде было три человека, мой друг Коныш программист, я сам дизайнил ярлан, операционно все это управлял. Почему улыбаетесь, как будто бы это такая детская забава, это в принципе могло уже превратиться в нормальный бизнес, или у нас в Казахстане не хватило вообще, чтобы создать свою соцсеть? Я вот думаю, почему мне тогда не пришла идея пивотнуться в сторону ТикТока, сделать ТикТок. Могли бы, кстати, могли бы. Я когда смотрю на успех ТикТока, чуть-чуть не догадался, не хватило, наверное, кругозора, какой-то экосистемы, и вот несколько... Ахтанахаба еще тогда не было, не было вот этой среды, может быть, больше, да? На самом деле была такая возможность, я вполне отдаю себе отчет, мы могли создать ТикТок, как раз ТикТок, он же зародился в Пекине, и вот несколько стартапов я запускал как студент, провалил их успешно, но зато получил хороший опыт, и когда я вернулся после учебы в Казахстан, я твердо уже решил, что буду предпринимателем. Мы открыли Digital Agency, соответственно, с этим опытом я начал создавать сайты, Digital Marketing делать клиентам, мы стали хорошо расти, у нас уже там до 15 сотрудников за год, мы стали зарабатывать, путешествовать с нашими партнерами, Ерлан мой партнер, у него было клининговое агентство, он тоже уже начал большие объекты обслуживать, вот, а потом к нам присоединился наш друг Улан, и он говорит, давайте сделаем, объединим клининговую компанию Digital Agency и сделаем Marketplace, тогда еще не было такого слова Marketplace в обиходе, мы назвали это агрегатор, и мы тогда, скажем, выйдем из скобок, за скобки и станем администрировать платформу, и можно будет масштабироваться. Понимая прелести IT-бизнеса, что это масштабируемый бизнес, мы начали этот проект, нам удалось привлечь инвестиции, это 2015 год, начало миллион долларов мы привлекли. Миллион долларов в 2015 году? Да, серьезно, очень серьезно. Да, мы использовали такой лайфхак, мы засняли видео и выпустили в YouTube, что вот, мы молодые предприниматели, за три месяца привлечем миллион долларов инвестиций, если не получится, то разыграем свой автомобиль среди всех, кто сделает репост. Тогда вот, еще был ВКонтакте популярный, только Инстаграм набирал популярность, и у нас получилось 5000 репостов, пошел такой хайп, хотя в то время такое слово не использовали. И на нас начали выходить инвесторы, что за проект, давайте посмотрим. И вот, и один предприниматель крупный в нас поверил, подумал, вот молодый, сравнил себя с нами в молодости, поверил, подписал с нами этот договор, перевел на первый транш, тогда это было порядка 250 тысяч долларов, для нас это большие деньги, 2015 год, мы сняли большой офис, начали набирать сотрудников, но тогда мы еще не до конца понимали, что IT-бизнес это вообще другая стихия, там другие подходы, и начали набивать первые шишки, то есть экономика начала не срастаться, финмодель сыпаться, бизнесмодель сыпаться, когда, помню, мы пошли к инвестору, финансовым директором, мы говорим, мы меняем бизнес-план, они такие, подождите, как так, мы так не договорились, мы говорим, это пивот, они такие, что такое пивот, и как раз они нам урезали зарплаты всем основателям, то есть мы получали МЗП, тогда это, кажется, было 20 тысяч деньги, и нам пришлось снова крутиться, самообучаться, как-то пытаться выжить, искать других инвесторов, и тогда посольство США пригласило вот на этот форум, мы выделили или как этот бюджет, поехали, и оказалось, вот не зря, потому что там пришла идея сделать что-то вот вроде Кремниевой долины в Казахстане, но это, давайте сейчас вот просто тот инвестор, который вложил деньги, он потерял, или в итоге он как-то вернул, как-то получилась история какая, хэппи-энд или не хэппи-энд, 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 да, он вернул деньги, так как мы привлекли нового инвестора, первый инвестор вышел, вернул свои деньги, причем с приростом, это тоже был редкий кейс для Астаны, он сделал экзит с приростом, второй инвестор был, а потом третий инвестор был Би-Групп, но это был очень короткий у нас период, потому что потом у Би-Группа сменилась стратегия, они тоже нас попросили вернуть инвестиции, и мы тогда познакомились с Тимуром Турловым, и мы стали одним из первых проектов, насколько я знаю, это был где-то 2019-й, кажется, год, в стартап, который он инвестировал, встретились, кстати, здесь, в Астанахабе, и мы вернули деньги в Би-Группу, тоже с выгодой? Нет, к ним, кстати, нет, потому что там были свои нюансы, мы вернули, кажется, столько же, сколько и взяли, но это вот смарт, хотели бы, по квартирам, да, или там уже поменялась концепция, когда с Би-М работали? Ну, у них, в принципе, у них был широкий портфель, не только с ремонт, не только смарт-ремонт, мы как раз очень хорошо вложились под модель смарт-ремонта, потому что он с маркетплейс всех этих строителей, и так далее, и так далее, но из-за того, что стратегия поменялась, такое решение было принято, и, в принципе, очень хорошее, потому что Тимур Турлов это венчурный инвестор профессиональный, который понимает свой бизнес, и мы с ним вот очень комфортно, вот уже пятый год работаем, все показатели растут, x2 по выручке каждый год, к сожалению, конечно, объем рынка не такой большой, как хотелось бы, но, в принципе, стартап, это уже не стартап, это уже устойчивый бизнес, но лайфхак хороший, все началось с ролика в ютюбе, и вы готовы были отдать свой автомобиль, хотя вы знали, что автомобиль не отдадите, уже чувствовали, что миллион привлечете, да, внутренний, да, мы вот, какая-то была такая, какой-то энтузиазм молодой, нам тогда было по 25, по 26 лет, хорошее время было. Ну, когда Макжан Мадиви говорит, энтузиазм молодой, 25, 26 лет, Макжан-то и сейчас до сих пор еще молодой, я смотрю, энтузиазма тоже еще хватает, но давайте вернемся, наверное, снова на поля Астана Хаб, по моим ощущениям, вот то, что я вижу, то, что я знаю, то, что я слышу, конечно же, у вас проект, если назвать Астана Хаб как проект, это такой быстрорастущий, он действительно как флагман становится, сегодня в нашей стране новая экономическая программа, можно сказать, есть цель удвоения ВВП, вот в рамках вот этого хотел бы тоже поговорить, насколько цифровая отрасль может повлиять на общую ситуацию, на общий ВВП, давайте о цифрах сначала, вот мы начали программу и говорили, что за 4 года у вас было 10-кратное увеличение, в принципе, вот эти вот иксы цифровые, они всем очень сильно нравятся, насколько реально можно увеличиться, какие есть перспективы, куда вы смотрите, давайте вот точка отправная, там, итоги 23-го года, что получилось и куда вы будете дальше идти. Как раз мы подвели итоги 23-го года и пятилетия нашей работы. За 23-й год 1400 наших резидентов, это IT-компании, маленькие и крупные, получили выручку на 400 миллиардов тенге. Из них... Это почти миллиард долларов, да? Да, 875 миллионов долларов, я думаю, в этом году мы точно перевалим за миллиард, из них 30% это экспортная выручка, 315 миллионов долларов, и получается 530 миллионов долларов, это выручка, которая получена внутри страны, что, конечно, мы бы хотели, чтобы у нас было больше экспортной выручки, но что тоже не есть плохо, потому что это цифровая трансформация нашей страны, внутри нашей экономики. Я помню, встречался с представителями Батерек и ДАМУ, и они говорили, что в их портфеле компаний, которым они выдали кредиты льготные, более здоровые результаты показывают компании, которые внедрили цифровые инструменты. Поэтому это тоже хорошо. И хотел бы отметить динамику, то есть если в прошлый год 400 миллиардов тенге выручка, то 22-й год это 230 миллиардов выручка, 21-й год 165 миллиардов и 20-й год 55 миллиардов. 55 миллиардов, я чуть-чуть неправильно сказал в начале. И 19-й год это 15 миллиардов. То есть мы видим практически экспоненциальный рост, опять же по тем внешним бустам, в том числе. Ну и мы хотели бы, наверное, тоже хотел бы похвалить свою команду за такую работу, вовлеченную, за поддержку руководства страны, министерства, лично министра Багдата Мусина. То есть у нас вот в этом, скажем, в таком текущем составе сложилось полное взаимопонимание. С 20-го года видим максимальную поддержку и можем раскрывать, реализовывать все наши идеи. Вообще поддержка министерства прямо чувствуется. Мы реально, как страна, мы действительно гордимся, когда мы рассказываем про Казахстан, или когда к нам гости приезжают из-за границы, из Европы, из Америки, и видят, насколько у нас активно внедрена цифровизация, особенно в банковской сфере, финансовой сфере. Они действительно удивляются. Но я хотел бы поговорить про влияние ваше и вот по поводу общего потенциал, какой есть у вас, у Астана Хаббада. Есть задача, я так понимаю, миллиард сделать долларов, экспортные выручки. Это практически нужно удвоиться за полтора года, вот оставшиеся, по сути дела. За счет чего? Кто ваши основные лидеры, точка роста? Я вот ходил по офису, вижу, здесь и Арсен Томский находится уже, ин-драйвер. Их выручка, это тоже идет в вашу копилку, да, получается, так? И еще здесь, я просто для зрителей, чтобы было понятно. Астана Хабб зарабатывает один процент от выручки всех резидентов. Всех резидентов. И от внешней выручки, само собой тоже, да? Да, экспортные. То есть за прошлый год вы заработали 4 миллиарда тенге. Все верно. Ну давайте немного, давайте поподробнее про экспортную выручку, ваши точки роста, на кого вы ориентируетесь. Мы считаем, конечно же, что достижение цели в 1 миллиард долларов экспортной выручки вполне реалистичной, хоть и очень амбициозной. И считаем, что дальнейший рост он тоже возможен. Это, наверное, одна из важных причин, вообще почему мы так активно занимаемся поддержкой IT, потому что у нее нет границ. Да, это бизнес, который растет экспоненциально, масштабируется экспоненциально. Простой пример. Ты разработал мобильное приложение один раз, условно, но можешь его продать миллион раз или миллиард раз. Тот же TikTok тому пример. Конечно же, соответственно, там может быть и, если совсем далеко вперед заглянуть, и 10, и 20 миллиардов долларов экспортной выручки мы можем достичь. К примеру, в Украине в лучшие годы экспортная выручка достигала 5,5 миллиардов долларов, в Беларуси 2,5 миллиарда долларов, мне кажется, до 3, и так далее. В Индии экспортная выручка 250 миллиардов долларов, а в Ирландии 330, в маленькой Ирландии. В маленькой Ирландии, да. Как раз таки, прежде всего, за счет налоговых преференций, и, конечно, это, как говорится, очень выгодно для всей страны, beneficial, то, что мы отметили ранее. В чем же мы видим точки роста, опять же, у нас экосистема полного цикла, поэтому мы видим точки роста на всех этапах развития IT-бизнеса, то есть, это и поддержки начинающих, малышей, как мы их называем, среднего бизнеса, крупного бизнеса. К примеру, для нас было удивлением, оказывается, 340 компаний экспортировали за прошлый год и заработали до миллиона долларов. Целых 340 IT-компаний среди резидентов Астан-Хаб, кто заработал до миллиона долларов. Потом есть около 40 компаний, кто заработали до 10 миллионов долларов, это только экспортная выручка, и до 10 компаний, кто заработал выше 10 миллионов долларов. То есть, у нас сложилась такая антихрупкость. С одной стороны, это хорошо, много точек роста, каждый из них может иметь тот же экспоненциальный потенциал масштабирования, рост и всего остального. Ну и также, конечно, нам нужны гиганты, которые, как ледокол, потянут за собой всю отрасль. Вот очень хороший кейс, что InDrive стал казахстанской компанией, что основатель стал гражданином нашей страны. Да, это действительно то, что Арсен Томский гражданин Казахстана, это большой плюс, и он, скорее всего, попадет в список Forbes, наверное, в этом году уже. Супер. 700 городов мира работает InDrive, это вот как раз тот кейс, когда ты одно мобильное приложение сотни миллионов раз продал. И, то есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы верим, что будут расти отечественные Unicorn и Dekocorne, и верим, что мы станем дестинацией для релокации и такой бизнес, миграции крупного бизнеса, компании, что тоже краткосрочно это поможет нам достичь цели. Ну да, и Астана действительно комфортный город для жизни, и действительно я вижу, что те ребята, которые приехали и живут здесь непосредственно в Астане, чувствуют себя достаточно комфортно, все удобно. А какие успешные проекты были, на которые вы хотели бы обратить внимание, успехи прошлого года может быть? Ну, вот рассказывали про компанию InDrive, я думаю, много про нее слышали, я, наверное, разотронул другие кейсы. Есть компания, которая называется Netcracker, это компания одна из крупнейших разработчиков софта для телеком-компаний. У них 350 человек находятся в Уральске. В Уральске 350 человек? Да. И это очень тоже хорошо для наших регионов, то есть это тоже, скажем, рост для экономики. 350, кажется, в Алматы и так далее, ну, по всей стране там, кажется, уже порядка 900 человек. Мало кто про них знает, но это на самом деле очень сильная, крупная компания. Все знают компанию ИПАМ, тоже очень крупная, они в Казахстане давно, это международный бизнес, родом из Беларуси, который там торгуется на Маздате, тоже очень крупный. Еще очень интересный кейс, это компания Playrix, это крупнейший гейм-дев разработчик, то есть они в лидерах мировых по сфере разработки мобильных игр, и вот буквально глава Playrix на днях выступал, на прошлой неделе выступал в министерстве, 2,8 миллиарда долларов и годовая выручка. То есть он показывал портфолио своих игр, он говорит, вот у нас несколько игр, каждая из них уже заработала по миллиард долларов. 2,8 миллиарда годовая выручка, это очень круто. Сколько людей играет в игры, это можно представить. Да, это огромная индустрия, если не ошибаюсь, миллиардов долларов в мире, общий объем индустрии. И 300 человек находятся в Казахстане, 150 у нас здесь, в Астанахабе, включая главу, дженерал менеджер, то есть CEO, можно сказать CEO, он здесь, ему комфортно, мы тоже их сопровождали, создавали определенную среду, и теперь они помогают нашим молодым ребятам создавать свои игры. Мэнторят их, дают экспертную поддержку, и мы таким образом пытаемся собственную геймдев-индустрию казахстанскую развить. Тут сразу хотел бы отметить, что есть и казахстанские компании, это оу-геймс и мэдаут геймс. Наверное, их выручка это больше пока коммерческая тайна, но могу отметить, что это вполне впечатляет. Они у нас находятся в топ-30 экспортеров из всех наших резидентов. в топ-30 это уже понятно, что порядка 10 миллионов, даже если это тайна. Да, для себя, для нас тоже было открытие, оказывается, по геймдеву, по экспортной выручке геймдев занимает второе место в Астана Хаб. Никогда я бы сам этого не подумал, но вот первое место это Software Development, Development, Аутсорсинг, порядка 120 миллионов долларов, а второе место геймдев порядка 70 миллионов долларов. Кстати, вот я говорил о том, что мы очень верим, что появятся собственные юникорны, вот у нас есть очень хорошая новость, довольно свежая, стартап Citix, хотя сегодня это уже крупный бизнес, но... Citix, да, уже не стартап. Да, они у нас проходили акселерацию Google for Startups, потом мы их направили по программе в Кремнию долину, в Draper University на 6 месяцев, Яна, вот он такой очень сильный предприниматель, мы в нее очень верили и оказалось не зря она привлекла инвестиции от мистера Тима Дрейпера. Тим Дрейпер это, можно сказать, очень известный венчурный инвестор, его дедушка был самый первый венчурный инвестор в Калифорнии, то есть это династия, его дети сейчас тоже занимаются венчурной, очень известная семья и уважаемая в Кремнию долину, они ранее инвесторы в Тесла, SpaceX, Skype, Baidu и так далее, и вот они впервые инвестировали, он впервые инвестировал в казахстанский стартап Citix при оценке 100 миллионов долларов. Сумма была небольшая, но оценка хорошая и самое главное, что эта оценка подтверждена на глобальном уровне профессиональным инвесторам, это тоже была такая у нас интересная история, когда мы пригласили мистера Тима Дрейпера на наш форум Digital Bridge для выступлений и встречи с нашим президентом. Я именно Яну попросил, чтобы она сопровождала его, встретила его в аэропорту, потому что я примерно понимал, что самый такой высокий investment readiness у Citix и они вот хорошо разговорились и как раз вот именно тогда они договорились об этой сделке и вот недавно это было объявлено. Поэтому вот это такая одна из наших скажем звездочек, в которую мы очень верим, что она может вырасти до миллиардной компании и даже больше. Ну мы тоже верим, да, и желаем успеха Яне и команде Citix. Вот еще наверное одну тему, которую хотел бы пошире развить, как прийти и стать резидентом Астана Хаба. Вот ребята верят в идею, такие же молодые приехали из Китая, учились, может быть им там по 20 лет и решили стартануть. Какие возможности, как вы их привлекаете, потому что вы же тоже заинтересованы, чтобы у вас были молодые стартаперы, да, какие есть возможности для обучения, для поднятия квалификации, как встречаете молодых предпринимателей здесь? Я обычно рекомендую тем, кто хочет заняться IT, первое, подписаться на наши соцсети, потому что там все анонсы всех мероприятий, потом, вот все сети мы сейчас дадим, смотрите, вот здесь ниже, подписывайтесь на основной хаб, это очень хорошая рекомендация, да? Да, подписаться на наши соцсети и отслеживать события, программы, мероприятия, которые вам интересны. Они проходят как онлайн, так и оффлайн, так и в регионах. У нас на сегодня 12 региональных хабов, может быть вы видели, недавно новость была, 14-летний парень зарабатывает 1000 долларов в месяц на фрилансе. Это вот парень как раз из нашего регионального хаба, он обучился программированию, потом стартап запускал. Это тоже с Уральской, да, получается? Да, да. Ребята, Уральск город сильных людей, так и получается. Да, вот очень много талантов регионов, мы создаем там небольшие хабы при поддержке акиматов, при поддержке спонсоров, проводим мероприятия, где они знакомятся и принимают какие-то решения, либо я хочу стать программистом. Для этого есть программа ТЭК УРДА, 80 IT-школ частных, которые тебя готовы за счет государственных субсидий обучить бесплатно, либо ты принимаешь решение стать предпринимателями, основать стартап. Для этого есть программа Startup School, Startup Garage, в университетах программа Startup Academy, очень много программ у нас. Это для начинающих. В этих программах может быть 100-200 стартапов одновременно и туда не очень высокий барьер для того, чтобы пройти. Если ты там уже показал результат, то есть для тебя программа силку Accelerator, который создан совместно с Google for Startups, но туда пройти у тебя всего шанс 5%. Что-то очень много заявок, мы принимаем только 15 стартапов за один поток и очень плотно с ними работаем. Туда приезжают стартапы из 7 стран, Азербайджан, Розбекистан, Кыргызстан, Монголия, Грузия даже, Кыргызстан и так далее. 15 стартапов мы здесь собираем в коворкинге, даем им жилье и 3 месяца очень жестко тренируем. Если кто-то не показывает прогресса, мы его исключаем из программы. Но уже, скажем, таким самым с большим потенциалом это программа Hero Training, которую проходила я на CityX в Кремниевой долине. Ну и таких программ очень много. Есть отдельные программы по Smart City, есть отдельная программа по SpaceTech или GameDev. Поэтому все это есть на платформе astanahub.com там можно везде подать заявки. На самом деле все очень инклюзивно, открыто, пожалуйста, подавать многие программы бесплатно. Также, наверное, хотел бы отметить возможность вдохновиться примерами, как делают другие ребята, стартапы. Это форумы наши, Digital Bridge, в Астане самый крупный Digital Alamata проходит тоже. Приходите, участвуйте, все очень открыто. Мне вот еще понравилось то, что мы проходили Level 42. Вот этот проект тоже очень хороший и тоже рекомендовал. Может быть, немножко подробнее расскажете, как это работает? Да, школа, в оригинале она называется Ecole 42, школа 42 с французского. Ее создал Николас Адерак в 2013 году, когда он понял, что боттлнеком, узким местом для развития IT-школ является дефицит преподавателей. И он создал новую модель peer-to-peer, где нет преподавателей, нет лекций. Модель строится на том, что студенты самообучаются и помогают друг другу в обучении, в решении задач. И оказалось, что в IT эта модель очень эффективна, успешна, потому что очень важно постоянно иметь навыки самообучения, работе в команде. Поэтому на сегодня 100% выпускников трудостроятся. Во Франции там вообще очередь на каждого выпускника десятки компаний выстраиваются. Они перебивают свои джоб-оферы, потому что эти ребята более приспособлены для того, чтобы решать задачи в software development. Конечно, это джуниор или ранний мидл разработчики, но которые быстро обучаются. И эта модель очень успешна, мы планируем ее масштабировать. на самом деле очень хорошее. Я так понимаю, что в принципе любой может прийти к вам и стать участником этого проекта абсолютно бесплатно. Да, везде, в основном, во всех программах конкурсный отбор, то есть вам нужно показать, что вы более конкурентны, чем конкурирующие, скажем, кандидаты. На основе этой конкуренции вы проходите либо в школу 0.1 ЭКОЛЬ, либо в инкубатор, акселератор, смотря куда вы хотите. Ну и хотелось бы спросить уже в заключении программы, как дальше будет развиваться Астана Хаб? Мы совсем не затронули тему искусственного интеллекта, есть ли какие-то разработки у вас здесь внутри? И вообще куда движется весь мир диджитал на сегодняшний день, тренды? Да, как раз таки мы видим, что следующим бустом для индустрии, для Астана Хаб и для IT-отрасли Казахстана должен стать искусственный интеллект. Это технология, которая беспрецедентная, очень значимая, и это тренд, который будет расти десятилетия, по нашему мнению. Естественно, мы здесь хотим тоже не оставаться в стороне. У нас сейчас готовится программа, специальный акселератор AI-принеш для предпринимателей в области искусственного интеллекта, которые смогут с нуля запустить. Но, естественно, очень важно еще создать правильную экосистему. Сейчас, например, есть подведутся организации министерства, это АОНИТ, разработчики ГОО, они определены как оператор данных для искусственного интеллекта, они должны проработать и создать, сейчас этим занимается, множество датасетов обезличенных, это такой ресурс топлива для AI-стартапов. То есть, датасеты, условно, на основе медицинских данных обучать искусственный интеллект, делать какие-то диагнозы, или по смарт-сити анализировать трафик, все эти датасеты надо собрать, предоставить стартапам, это очень важно. Второе очень важное ресурс, это вычисления, вычислительные ресурсы, для этого, вы слышали, министр объявлял, президент объявлял, что строится суперкомпьютерный кластер, GPU-кластер, это тоже очень важная инициатива, важно именно здесь это построить, потому что мы таким образом обеспечим внутреннюю потребность, закроем внутреннюю потребность и также сможем экспортировать это, потому что спрос на это тоже растет экспоненциально. И тогда, используя эти датасеты, они смогут проводить вычисления, обучать модели на этом суперкомпьютере и так, туда должны прийти инвесторы, туда должны прийти таланты и вот так мы видим развитие отрасли. По всем этим направлениям сейчас ведутся работы, я надеюсь, мы скоро сделаем какие-то такие анонсы хорошие, но очень много здесь ожиданий. Кстати, вот по искусственному интеллекту экспорт составил за прошлый год среди резидентов хаба около 30 миллионов долларов, это немного и я вот упомянул, что софтер-девелопмент это порядка 127 миллионов долларов, а AI 30, но через несколько лет все поменяется, потому что аутсорсинг софта будет потихоньку падать, все будет переходить на рейсы искусственного интеллекта. Ну тогда у меня еще один есть в заключении один вопрос, может быть он как от любителей, потому что я думаю, он беспокоит всех так или иначе, насколько для человечества есть опасность от искусственного интеллекта? Просто вопрос даже, как можно пофантазировать, ваше ощущение, есть ли опасность или нет опасности? Лично мое, если вам интересно, опасность точно есть. Есть опасность, то есть вы как специалист можете сказать, что нужно держать ситуацию под контролем, да, все-таки? Это, знаете, это проблема, на которую мы повлиять не можем, как Казахстан, мы в этом плане, скажем, страна догоняющая развитие, как я еще один раз выразился, это, можно сказать, проблема белых людей, потому что мы здесь все равно скажем, не в лидерах, и нам в этот тренд нужно заходить максимально, не боясь этого риска, потому что он исходит не от нас, не от Казахстана. В мире есть, скажем, две-три группы разных людей, экспертов, ученых и мнений, есть, скажем так, пессимисты, кто относится с большой опаской, они прям пьют во все колокола, что это очень серьезная проблема. По некоторым прогнозам AGI, это искусственный интеллект, который будет равен человеческому, где-то 2030 году изобретут, либо чуть-чуть позже, и вот уже после этого будет приближаться сингулярность, то есть по экспонентам будет расти, и тогда появится интеллект, который в разы, миллионы раз превосходит человеческий, конечно, это пугает. Пугает, да. Кстати, на форум Digital Bridge мы пригласили Джеймса Барретта, это автор книги «Последнее изобретение человечества», вот он как раз относится к тем, к той категории, кто очень негативно относится к развитию искусственного интеллекта, и он модерировал нашу сессию, чтобы, скажем, и выступил на тему, какие риски это несет. Есть люди, которые считают, что нет, человек достаточно, у него достаточно способностей, инженеров и так далее, чтобы держать под контролем, и на самом деле ничего из этого не произойдет. Прописать те протоколы, которые защитят человечество, так скажем. А есть группа людей, которые не задумываются о таких, скажем так, серьезных последствиях, они просто ищут в этом коммерческий интерес, бизнес, предпринимательство. Наверное, мы как Казахстан, как Астанахаб должны к этим ребятам относиться. К третьей части. Да, нам нужно экспортную выручку в расчете. Ясно, но здесь все равно, честно говоря, страшновато становится, потому что предупреждений очень много, и если интеллект проснется настоящий у машин, непонятно, как дальше все выведет. Но, во всяком случае, мои друзья уже шутят. Вы с Алисой дома разговариваете вежливо. Она все запоминает и может потом вам это вернуться. Примерно такие пожелания уже звучат. Ну, в шутку пока, но кто знает. Макжан, большое спасибо за интересную беседу. Думаю, нам надо будет встретиться еще раз, потому что ваши результаты быстро обновляются. Может быть, к концу 2024 года послушаем, каких результатов вы добились и все ли планы оправдались и все ли мечты, которые вы смогли реализовать в этом году. Большое спасибо, Армажан Мерикевич, за то, что пришли, за то, что дали возможность это выступить. Для меня это большая честь. Спасибо. Удачи. Ну, а мне остается только попрощаться с нашими зрителями. До новых встреч. Следите за нашими выпусками. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин